А далее в нашей программе эффективные коммуникации и взаимодействия пациента с лечащим врачом и представителями органами власти. Для нас сегодня будет выступать Людмила Викторовна Белоусова, координатор рабочей группы пациентских сообществ при комиссии по развитию гражданского общества при общественной палате Иркутской области, член наблюдательного совета Иркутского областного отделения общества взаимопомощи при болезни Бехтерева. Людмила Викторовна, здравствуйте, вам слово. Да, здравствуйте, я приветствую всех участников форума пациентов, спикеров, которые выступили, которые будут еще выступать, и приглашаю наших участников именно поговорить, порассуждать о том, какие же существуют ключевые моменты вот именно в построении партнерских отношений врач и пациент. Для начала давайте мы все-таки определимся, что же такое коммуникация. Всегда в процессе взаимодействия принимает участие как непосредственно отправитель, то есть тот, кто передает сообщение, тот, кто вступает в коммуникацию, и, конечно же, оппонент, то есть тот, с кем разговаривает, либо, если это письменная коммуникация, то кому адресовано это сообщение. Но, к сожалению, на этом пути могут возникать определенные шумы. Что же это за шумы? Ну, в первую очередь, конечно же, мы можем с вами воспринимать ту или иную информацию с учетом своего определенного жизненного опыта, с учетом своего образования. Да и, в общем-то, и мужчины, и женщины, они по-разному воспринимают ту или иную информацию. Поэтому, так как нам все-таки важно, чтобы та информация, которую мы доносим до нашего оппонента, была принята правильно, именно с тем смыслом, который мы хотим донести, очень важно всегда уточняться, что мы об одном говорим, то есть мы мыслим одинаково, и это нам как раз-таки позволит сократить вот те преграды, которые существуют при взаимодействии. Ну, и вот пример здесь на слайде представлен, пример коммуникации, потому что мы с вами, как пациенты, взаимодействуем с большим группом, кругом людей. Это, безусловно, наш лечащий врач, это и заведующие поликлиники, в случае, если нам необходимо именно обратиться к заведующему или главному врачу поликлиники. Это и, конечно же, мы с вами пациенты. В случае необходимости мы обращаемся в страховую компанию. Бывает, безусловно, ситуации, когда и в органы власти, и в Министерство здравоохранения, розыгранодзор, и, конечно же, мы общаемся с представителями пациентских организаций. Ну, и бывают, бывают еще, остаются такие очень серьезные случаи, когда пациент вынужден уже обращаться им в прокуратуру. Поэтому, видите, круг тех органов, тех лиц, с которыми общается пациент, он очень большой. И, безусловно, нам нужно с вами учиться взаимодействовать правильно с первого раза, чтобы мы были поняты. И мы, и наш оппонент, когда до нас доносит информацию, она также воспринималась с нами точно и ясно. Более того, наши уважаемые врачи и Инна Зоробеевна, и Светлана Анатольевна говорили в своих презентациях о том, что как важно, чтобы пациент на приеме лечащего врача четко изъяснял, какие у него жалобы, чтобы он правильно оценивал и боль по определенной шкале. Потому что это действительно влияет и на выбор препаратов, и на дальнейшее лечение. И, конечно же, нам крайне важно выстраивать именно долгосрочное взаимодействие с нашими лечащими врачами. Но, тем не менее, все равно возникают проблемы в коммуникациях. Какие это могут быть проблемы при получении медицинской помощи? Не всегда мы получаем по рецепту препарат. Придя в аптеку, нам говорят, что нет в данный момент данного лекарства. И мы можем даже сами развернуться и уйти, хотя мы понимаем, что очень важно, чтобы фармацевт поставил в ваш препарат лист ожидания. И в данном случае, если мы сами развернемся и уйдем, то получается, что мы сами неэффективно прокоммуницировали. Когда мы приходим на прием лечащему врачу, тоже бывает, что не всегда мы услышаны. И также может быть цель не достигнута. Либо при выписке, опять-таки, лекарственного препарата, либо, может быть, при выписке тех или иных анализов. И, зная, какая все-таки природа коммуникации, зная о том, что важно сокращать эти шумы, мы можем как раз-таки с вами исключать коммуникативные проблемы, которые у нас возникают при получении медицинской помощи. Потому что это все, что связано со здоровьем, это, конечно же, должно решаться оперативно. И вот здесь у нас представлены высказывания очень известных людей о том, что же такое коммуникация. Я считаю, что все-таки я люблю обращать внимание на то, что сказал Конфуций. Он сказал, что действительно, когда мы с вами общаемся, люди могут допускать три ошибки. Первая ошибка заключается в том, что мы начинаем говорить, говорить, говорим много, тогда, когда это, в общем-то, еще не нужно. Даже придя на прием врача, мы начинаем полностью говорить о том, что нас беспокоит, хотя в этот момент доктор еще, может быть, не готов даже сейчас нас слушать. Второе – это действительно, когда нам надо сказать, но почему-то мы теряемся, мы стесняемся, возникает какая-то застенчивость. И третье – нам свойственно говорить, при этом не наблюдая за нашим слушателем. Это опять, в чем заключается наблюдение, проявление эмпатии, а действительно ли нас правильно понимают, не заводит ли наш диалог какой-то тупик, не приводит ли наше взаимодействие к конфликту. Поэтому крайне важно придерживаться тех моментов и исключать все-таки вот эти ошибки в общении, во взаимодействии с лечащим врачом, с нашими пациентами. Ну и, конечно же, как я уже сказала, преграды на пути построения эффективных коммуникаций, они еще в чем заключаются? Что, да, действительно, мы воспринимаем информацию с учетом накопленного опыта, и нам так свойственно, что люди реагируют только на то, на то, что они воспринимают. Мы не учитываем о том, что очень важно, какой тембр голоса мы используем, какую интонацию, потому что все это вместе также влияет на то, насколько наша коммуникация будет эффективна. Ну и действительно не умеем слушать, да, и, возможно, мы используем даже не те слова. Сегодня уже неоднократно говорили о том, что многие пациенты уже, в общем-то, становятся академиками, да, в плане того по своему заболеванию. Но иногда только вот пациент, который только установили диагноз, да, он зачастую даже каких-то терминов и не знает, не знает, более того, не знает, какие существуют препараты. И здесь крайне важно, чтобы доктор и с тем, с кем мы взаимодействуем, да, все-таки говорил на том языке, на понятном языке для пациента, для оппонента. И мы, соответственно, не забывали о том, что когда мы общаемся с тем или иным человеком, все-таки чтобы мы говорили на понятном для двух людей языке. При этом, если обобщить, все-таки что же влияет на восприятие человека? Есть такая статистика, что выражение лица, позы, жеста человека, вот на это приходится более 55%. То есть когда мы считываем своего собеседника, большей частью мы отводимся как раз таки тому, с каким выражением наш находится оппонент, какие позы, какие жесты он использует при этом. Более 38% это отводится на тот с каким тоном, какую модуляцию голоса использует наш оппонент. Ну и на слова отводится 7%. То есть мы можем сказать, что здесь важно не что сказали, а именно как сказали. И я думаю, что в вашем опыте тоже были такие моменты, когда вроде бы существует, особо нас не оскорбили, но то, с каким тоном это было сказано, какие жесты при этом использовали, все это в совокупности, очень негативно мы это расценивали. Но при этом мы понимаем, что мы сейчас живем в такой век, век пандемии, и мы, в общем-то, сейчас общаемся, придерживаясь социальной дистанции, конечно, социальной защиты. И что же получается, что часть, по сути дела, выражения лица у нас с вами теряется. То есть за маской наш оппонент этого не увидит. И какая же сейчас получается пропорция? А пропорция следующая, что теперь большую часть мы уделяем, соответственно, тому, именно что мы говорим, и большую часть, конечно же, отводится тому, с каким тембром голоса, с какую интонацию мы с вами используем. И вот этому нужно просто отводить очень важное значение. Конечно же, в создании позитивной атмосферы, безусловно, помогают и те вежливые фразы, которые необходимо использовать, и при выходе из кабинета, либо даже если мы, пускай это были не лечащим врачом, а где-то с другим оппонентом мы общались, безусловно, нужно благодарить, нужно желать друг другу здоровья, желать дальнейшего сотрудничества, ну и не забывать про комплименты. Ну, это все хорошо, но еще и важно при взаимодействии, а именно при получении именно того конечного результата коммуникации, которого мы хотим с вами достичь, очень важно, а в каких же позициях при проведении коммуникации находимся мы и находится наш оппонент. И определено три позиции в коммуникациях, это личностная, статусная и профессиональная. И давайте мы сейчас начнем с личностной позиции. То есть что это такое? Человек, который в коммуникациях, то есть взаимодействии, находится в данной позиции, я думаю, что вы сталкивались с такими людьми, может быть, мы даже зачастую с вами в таких позициях иногда пребываем, о том, что нам крайне важно о том, как же нас оценивают, да, как мы выглядим, что мы сказали, куда мы посмотрели, но при этом и мы оцениваем другого пациента, другого, простите, даже и пациента, и оппонента бывает, да, как он говорит, как он держит ручку, как он на меня посмотрел. При общении акцент, в общем-то, делается большей частью на такой эмоциональный момент, на эмоциональные всплески. При этом человек, который находится именно в этой позиции коммуникации как личностная, он очень импульсивный, он действует хаотично, у него нет четкого плана действий, и, конечно же, как следствие, нет никакого понимания, о каком результату я все-таки должен прийти в проведении переговоров, коммуникации, взаимодействия. Статусная позиция, она противоположна. Когда люди находятся в этой позиции коммуникации и выбирают эту позицию коммуникации, то здесь основной акцент делается на какие-то силовые вещи, да, это, ну, если мы так метафорически говорим, да, то приводится там, наверное, слышали такую фразу, да, открывая дверь ногой. То есть сразу при разговоре это такое вот давление, давление на человека, это может быть психологическое давление, это может быть приведение каких-то значимых людей, да, что вот сейчас вы не решите этот вопрос, там, пойдем дальше, там, в прокуратуру и тому подобное. При этом главная, вот, главная сила, да, это, конечно же, вот именно использование власти. И, конечно же, у людей, которые находятся, пребывают в этой статусной позиции, очень жесткая привязанность к результату. Я бы даже сказала бы, что результат, соответственно, любой ценой. И теперь давайте рассмотрим профессиональную позицию. Люди, которые при взаимодействии, при коммуникации находятся в данной профессиональной позиции, говорят о том, что четко выстроено взаимодействие. Люди готовятся к проведению переговоров. Если мы говорим о приеме к врачу, то люди готовятся к приему к врачу. Есть четкое понимание того, какого результата нужно добиться. Если мы встречаемся с тем, что нам в чем-то отказывают, то мы не истерим, а мы четко говорим, что в соответствии с таким-то пунктом, такого-то постановления, либо федерального закона, и проговариваем свои, соответственно, аргументы. И, конечно же, я бы здесь сказала бы, что здесь четкое последовательное движение к достижению результата. И вот нам, пациентам с хроническими заболеваниями, когда нам предстоит серьезное лечение, крайне важно все-таки нарабатывать и стремиться находиться в профессиональной позиции. Потому что только профессиональная позиция позволит нам именно выстроить долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество, взаимодействие с нашими лечащими врачами. Но для того, чтобы быть в профессиональной позиции, конечно же, нужно знать свои права. И знать тогда, когда права защищаются, когда наши права с вами нарушаются, и уметь их правильно реализовать, и уметь их правильно, соответственно, защитить. Но здесь тоже стоит заметить, что, конечно же, бывает ситуация, когда можно добиться успеха, находясь в статусной позиции. Можно добиться успеха в плане коммуникации, находясь в личностной позиции. Все бывает, но если мы все-таки говорим о долгосрочном взаимодействии, то нам с вами нужно стремиться именно к профессиональной позиции в коммуникации. И что еще хочу заметить, что статус социальный, то есть когда люди пребывают в силу своей должности по социальной лестнице, это не значит, что эти люди всегда используют статусную позицию. Далеко и нет. Большей частью, конечно же, мы встречались, я думаю, что вы встречались с такими людьми, что даже находясь в высоком социальном статусе, чаще всего эти люди в коммуникациях используют профессиональную позицию. Ну это, конечно, такой вопрос вам просто на подумать, а в какой позиции чаще всего находитесь вы при взаимодействии с лечащим врачом, дома, на работе, то есть там, когда у нас с вами происходит коммуникация. Задумайтесь, да, и подумайте, а эффективно ли это было, неэффективно, и все-таки в какую позицию вам стоит перейти, и что вам для этого нужно, для того, чтобы пребывать в комфортной и в той позиции, где мы можем действительно с вами вместе с врачом свернуть горы, как вот было на слайде у Светланы Анатольевны. Ну и, конечно же, последствия, да, находящиеся, когда мы с вами находимся в личностной статусной позиции, я думаю, что вы уже это поняли, да, что находясь в личностной статусной позиции, как правило, мы не добиваемся с вами результата, результата коммуникации. Но при этом только профессиональная позиция нас приведет вот именно к решению проблем, в оперативном решении проблем, и цель будет достигнута, ради чего мы как раз-таки взаимодействуем. Но очень важный тоже момент, на который я хотела бы обратить внимание, что если вы видите, что ваш оппонент находится в личностной позиции, то есть находится в эмоциях, то, конечно же, нельзя, в общем-то, переходить, да, в ту же самую позицию, лучше, скорее всего, и даже не скорее всего, а будет правильно, если мы как бы возьмем тайм-аут, прервемся, и придем в другой раз. Ну, и так перейти все-таки профессиональную позицию, да, это, конечно же, осознание того, что, безусловно, у нас есть эмоции, нас переполняют, зачастую бывают эти эмоции, но нужно научиться взять контроль над своими эмоциями, потому что, безусловно, когда есть цель коммуникации, когда мы понимаем, какой результат, и на кому стоит здоровье, здесь, конечно же, очень важно научиться контролировать свои эмоции. При этом нам нужно осознавать, что и наши оппоненты могут быть, безусловно, подвержены эмоциям, и даже когда мы приходим на прием лечащему врачу, это тоже не робот, да, это человек, у которого также могут возникать те или иные проблемы, и поэтому, конечно же, и наш оппонент, и лечащий врач может в какой-то момент быть вот эмоционально настроен, но нам нужно это осознать с вами и научиться управлять эмоциями других людей, то есть эмоциями других оппонентов. Как это можно сделать? Это, конечно же, пребывая в профессиональной позиции, когда мы четко следуем тому плану. Ну и качество, да, эффективнее коммуникации, это, конечно же, использовать определенное, как бы учитывать, вернее, терминологию, да, на которой нужно общаться, это, конечно же, умение и желание слушать нашего собеседника, а не только в монологе, соответственно, находиться. Это пристальное внимание к невербальной информации, да, и восприимчивость этого, то есть умение считывать нашего собеседника, это, безусловно, наблюдательность, это проявление эмпатии, да, то, что если мы видим, что человек находится в эмоциональной, на каком-то эмоциональном фоне, да, то нужно все-таки войти в это положение, да, как-то приостановиться, возможно, что-то спросить, там, какие-то слова благодарности, да, или действительно сказать, что, там, Светлана Ивановна, я вижу, что сегодня, ну вот, у нас с вами не совсем будет удобно, да, проговорить, давайте я запишусь там либо в другой день, либо, может быть, я приду завтра. Ну, и, конечно же, мы можем с вами повысить эффективность, да, это вот прояснять идеи до того, как сообщать, да, это о чем? Это нужно готовиться к любой встрече, к любому взаимодействию, безусловно, нужно готовиться, нужно учитывать, что мы все разные, и стараться все-таки говорить на одном языке, ну, и считывать, то есть использовать эмпатию. И в заключении я бы хотела бы еще раз поговорить о четырех базовых факторах успешной коммуникации. Первое – это нужно всегда понимать цель коммуникации. Вот мы идем с вами на прием к лечащему врачу. Какая у нас цель? Запишите, какие жалобы у вас были, что вы хотите спросить у доктора, да, для того, чтобы, находясь на приеме, все четко, понятно, знаете, вот мы же привыкли с вами, когда мы входим с вами в магазин, да, либо когда у нас с вами многозадачность, мы фиксируем там в блокноте ежедневники, либо просто на листочке, да, свои, как бы, задачи, да, либо продукты, которые надо купить. Вот здесь нужно действовать так же. Готовьтесь к приему к врачу, записывайте, что вы хотите спросить, какие у вас были жалобы, в какое время, суток и так далее. И при общении четко придерживайтесь выбранного направления. Второе – управлять эмоциями, да, то есть сами не выходите из границ спокойного состояния, как бы даже и находясь даже в регистратуре, да, либо с какими-то другими пациентами, если кто-то лезет, заходит, да, соответственно, без очереди. Ну, нужно просто не эмоционировать на этот счет. Сами не реагируйте на провокации оппонента, да, всегда опирайтесь на аргументы, на доводы, а не на эмоции. Третье – соблюдайте правила поведения. Конечно же, все нужно начинать доброжелательно, беседу, разговор, если это идет о телефонном разговоре. Помните о той, какая у вас желаемая цель, чего вы хотите добиться в этот момент. Проговорили – фиксируйте договоренности. Ну, и, конечно же, завершайте свой диалог позитивно. Ну, и важно нам с вами находиться все-таки в профессиональной позиции при проведении коммуникации, да. Если вы первый раз идете на прием к врачу, посмотрите на сайтах отзывы, да, соберите информацию, ну, и, конечно же, систематизируйте сведения о себе, где вы раньше, если вы были в другом городе, у другого врача, да, то есть какие препараты вы принимали, чем у вас, то есть какие были анализы. То есть обобщите, систематизируйте информацию о себе. Ну, и, конечно же, в помощь нам, с вами пациентов, на сегодняшний момент есть и горячая линия Всероссийского Союза пациентов, и существует и навигатор пациентов, и, конечно же, наши помощники – это и страховая компания, есть сайт редакторов, на которые на сегодняшний момент очень активно выкладывается информация. Ну, и помните, да, что формула успеха пациента – это, конечно же, знание своих прав, прав плюс умения и правила при проведении переговоров, взаимодействия, коммуникации. и права, знание своих прав и, конечно же, знание нормативных документов, базы, да, и эта помощь только в выстраивании партнерских отношений, чтобы вместе с лечащим врачом идти до, соответственно, достижения цели. Ну, и в заключение я хочу сказать, что данный материал, данный учебный материал были разработаны при поддержке фонда президентских грантов. Это проект коммуникации, доверия, помощь Самарской региональной организации, где мы, в свою очередь, вот Иркутское отделение в прошлом году принимали участие в этом проекте, и мы проводили для своих пациентов Иркутской области пациентов с личной нонсологией, семинары, тренинги, где более подробно рассказывали о том, все-таки, как правильно взаимодействовать, какие навыки эффективной коммуникации нужно развивать и использовать, и, конечно же, проводили школы по правовой грамотности пациентов. Благодарю за внимание. Людмила Викторовна, благодарю вас за прекрасное выступление. К нам поступают комментарии от пациентов. Давайте как-то попробуем их поддержать. Вот пишут, почему сами врачи часто не выбирают профессиональную позицию, не здороваются, не говоря уже, что представляются невежливо. Статусная позиция выбирается самими врачами без повода. И вот следующий комментарий о том, что сложно управлять эмоциями, если врач некомпетентен, говорит, что все болезни, все от болезни Бехтерева, пейте деклофенак и идите домой. Как можно поддержать наших пациентов? Что можно сказать по этому поводу? Ну, в первую очередь, я хотела бы сказать, что есть такое понятие, как отзеркаливание, что если мы приходим, ну, даже пусть это будет не лечить, но на любое, да, на какие-то переговоры к какому-то оппоненту, и если мы видим, что он заведен, да, очень высока вероятность, что будет отзеркаливание, то, что, соответственно, и мы с вами начнем, вот, встанем на ту же позицию, да, какой наш оппонент. Поэтому мы говорим, что очень важно осознать, что эмоционируем наш оппонент, либо пребывает, соответственно, в статусной позиции, и мы можем это для себя, ну, как бы на себя проецировать, да, и тоже можем встать в такой позиции. Но мы же с вами понимаем, что если мы вдвоем будем, два оппонента будут личностные позиции, либо два оппонента будут статусной позиции, мы с вами не добьемся результата, тот, который нам нужен. Поэтому только терпеливо, только методично идти именно с точки зрения профессиональной позиции, и поверьте, отзеркаливание будет от вас. То есть уже на оппонента, вот это вот профессиональное отзеркаливание, профессиональная позиция будет на вашего оппонента. Ну, а в отношении того, почему люди не используют и пребывает в той позиции, ну, наша задача все-таки с вами находиться в профессиональной позиции, потому что только он, только это может привести к долгосрочному эффекту. Спасибо большое, Людмила. Да, я думаю, что так оно и есть, и мне кажется, стоит сказать, что врачи порой находятся в такой позиции, сами понимаете, из-за того, что очень большой поток пациентов, тоже перегрузки. Сейчас очень сложная эпидемиологическая обстановка. Многие врачи самоотверженно работают в красных зонах, они сейчас очень загружены, подвергают свою жизнь ежедневной опасности, и поэтому я думаю, что мы просто должны находить какой-то общий язык, какой-то консенсус и стараться вместе уважительно относиться друг к другу. Спасибо вам большое, Людмила. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok